Добрый день, дорогие друзья! С вами Анна Сми. Я хотела бы продолжить наши павловские зарисовки. Сейчас я нахожусь в городе Павловск, гуляю в Павловском парке. Сейчас утро, начало 11-го. И вот сегодня я решила совершить велосипедную прогулку по Павловскому парку. Помогает мне в этом мой любимый велосипед. Вот трек веры и правды служит он мне уже с 2011 года. Хороший велосипед, хорошая фирма. Кататься на нем очень удобно. Хорошая амортизация, хорошие тормоза. Все пока исправно. Никаких поломок не было. И вот сейчас мы находимся на смотровой площадке. Павловского парка. Я хочу вам показать долину реки Славянки. Посмотрите, какая красивая природа. Утро, солнце. Люди уже оживились. Стали пребывать в парк, прогуливаться с детьми. Занимаются финской ходьбой. Катаются на велосипедах. Жизнь начинается. Посмотрите, как красиво. Какие красивые виды. Сейчас я хочу вам показать вид на Висконтиев мост. Сейчас немножко поближе подойду. Этот мост был сооружен давным-давно. Еще в 18 веке. Назван он Висконтиевым по фамилии строителя каменщика, который возводил этот мост. Карла Висконтия. Здесь такая площадочка, на которой вы можете посидеть, отдохнуть, любоваться видами парка. Вообще, на самом деле, конечно, парк очень большой. И если вы его не очень хорошо знаете или приехали сюда впервые, то, конечно, вам бы хорошо было взять путеводитель, карту парка, немножко почитать, как-то подготовиться, чтобы не заблудиться. Но здесь, конечно, очень удобно все сделано, потому что везде есть подсказки, стрелочки указывающие, куда вы направляетесь, в каком направлении вы идете. Также здесь есть люди добрые, у которых, если вы спросите, всегда вам подскажут, куда пройти и как пройти. Также в парке есть такая услуга, как прокат велосипедов. Если вы будете путешествовать по парку пешком, конечно, это у вас займет много времени. А если вы обратитесь к этой услуге велосипедный прокат, то, конечно, парк вы объедете более быстро. Я знаю, что многие дети любят кататься, потому что детям, конечно, сложно ходить. А на велосипеде уже повеселее. И взрослые родители вместе с ними тоже приобщаются к спортивной... в физкультуре, что тоже очень полезно. Поэтому вы можете всегда приехать в Павловский парк, погулять. Пользуйтесь тем, что сейчас хорошая погода. Мы находимся совсем недалеко от Санкт-Петербурга. Это 20 минут езды на электричке. На машине, возможно, дольше, потому что здесь у нас пробки. Так очень удобно. Люди пожилого возраста, пенсионеры, имеют в льготный проезд, а также имеют в льготный проезд и студенты, и дети. Вот взрослые, если вы будете уезжать со станции метро Платформа Купчино, вам обойдется проезд в оба конца 82 рубля. Вход парк платный. Стоимость его 100 рублей. Для студентов, пенсионеров, школьников есть льготы. Также, если вы посещаете парк постоянно, то вам выгоднее будет купить, приобрести абонемент. Абонемент разный. Бывает семейный на 4 человека, двое взрослых, двое детей. И персональный абонемент. Соответственно, цена варьируется. Вот, а мы сейчас продолжим наше путешествие на треке. И я думаю, что мы с вами встретимся еще не один раз. Всего вам хорошего. Теплых летних деньков. Хорошего настроения. С вами была Анна Сми из Павловского парка. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok